здравствуйте друзья вопросик зачитываю значит здравствуйте уважаемый михаил у меня к вам такой вопрос там на самом деле их несколько вообще представим гипотетически что у вас есть возможность открыть школу тестеров в другом штате но иметь гораздо больше дохода от вашей деятельности гипотетически можно какой бы штат или конкретный город вы выбрали поделитесь пожалуйста своими мыслями о ваших планах это же другой вопрос на будущее касаемо вашей деятельности и жизни если это не секрет и это возможно ой какие же там секреты господь чтобы вы хотели изменить своей жизни это еще один вопрос может что-то наболело или надоело это же конечно ну ну что же давайте значит поедем и будем разбираться хочу сказать прежде чем мы займемся конкретно этим вопросом этой группой вопросов что иногда такой вопрос простенький ответить сложненько а бывает наоборот поэтому ну давайте так вот простенький вопросик со сложненьким ответом значит я понимаю к чему вот это вот разговор идет в какой город бы вы поехали в вопрос выбора города для той или иной так сказать жизни там специфики жизни понятен но тут касается вот если бы там платили больше денег дело в том что жизнь как бы строится в самых разных аспектах и и на некотором балансе понимаете то есть стремится к балансу если баланса нет то люди начинают болеть душевными болезнями могут болеть могут болеть физическими болезнями этим и отношения в семье не ладится вот это и есть дисбаланс вот когда когда нет баланса есть финансовый дисбаланс тоже и все это до кучи связано друг с другом поэтому значит что я так где выруливаю когда человек что-то делает и он доволен жизнью собой тем что он делает вообще в целом мир ему улыбается да это говорит о том что он находится в некотором балансе и баланс это сложная штука это не обязательно денежно выражается то есть безусловно в балансе должно быть место где-то вот ответа на вопрос а на какие там деньги мы живем или там могу ли обеспечить своим детям допустим адекватная по тому месту времени стране там и так далее существовать жизнь там и так далее развитие поэтому это один из компонентов но что касается меня я никогда не был как-то я никогда не думал о деньгах не значит у меня их не было хотя бы были времена когда совсем плохо было с деньгами и и в ссср и особенно в ссср и тут тоже были тяжелые моменты но я никогда не как-то не все хватало но в основном хватало на жизнь хватает но сколько там еще чего то есть я в принципе сам если речь обо мне идет я по природе аскетичен и у меня тут есть знакомые они намного раньше приехали и вот как-то мы были в компании и мне там одна женщина горит тыгать миша зарабатывать научился а инжоить бабки не умеешь я с тех пор вот значит хожу и думаю черта как их инжоить даже не знаю вроде меня все есть в общем не суть поэтому не не всегда и чисто денежный аспект он он как-то самый главный я видел во время рецессии лет пять назад был опрос там в сша вот какие приоритеты у людей что для них важно не помню с чем это было связано то ли с выборами то ли что-то какой-то повод был cnn проводил опрос деньги оказались на пятом месте в жизни у людей понимаете на пятом после семьи после там отношений там разных и так далее вот вот туда все пятое место хотя конечно когда у тебя с деньгами совсем плохо это становится доминанты и там и давит и так далее но если мы возвращаемся к сути вопроса как я ее понимаю значит насчет хороших мест что тут сказать значит мне очень многие города нравятся в которых я бывал в соединенных штатах но я там не жил понимаете я так вот как туристические такие впечатления но там разговоры с людьми понятно что как бы но не просто как вот из окна автобуса посмотрел но тем не менее это не то же самое что прожить где-то пару лет поэтому я бы сказал что практически всюду где я бывал там можно жить нормально но зависит от профессии знаете если вы говорите школа тестеров то на озере тахо вот тут четыре часа езды пойти там негде школа тестеров там не учить их и учить нейского и работать им там негде но жить там я бы жил в эти но но это нужно другая какая-то профессия не значит еще бы делал в школе бы преподавал я не знаю что при этом делал или делал бы какой-то онлайновый бизнес и просто жил бы в красоте что-нибудь такое вот вел бы онлайновые классы школу бы закрыл вел бы онлайновые классы и жил бы там в лесу например ходил бы зимой на лыжах то вот поэтому мне практически всюду нравится но вот в аризоне тоже вот фениксе мы там частенько бывали мне очень нравится фениксе там вроде пустыня и там жарко но я например лично тащусь совершенно от пустыни мне очень нравится в пустыне кактусы боже такая красота и и и город большой и в общем там и работы много вот феникс аризона сиэтл мне очень нравится портланд мне очень нравится это вот на нашем берегу на я бы в сакраменто жил кстати то есть конечно там может быть жарковато и там народ который там живет там много такого простого люду американского роднеков как бы но но ничего страшного значит в каком-то сабербе значит ты покупаешь домик где народ более там навороченные и живи себе на здоровье там и школы другие публика вокруг друга и так далее то есть ну что еще нью-йорк потрясающее место вам многие скажут там какие-то проблемы есть нью-йорке такая проблема и такая сигайду конечно есть большой город чего хотеть но нью-йорк потрясающий город и лос-анджелес потрясающий город и сан-диего невероятный город и и в нью-йорке и в лос-анджелесе и в сан-диего и в чикаго там можно иметь замечательную школу там тестеров там конечно нет таких объемов как у нас тут это правда у нас тут просто дурдом вот но так чтоб на жизнь хватало можно у меня была выпускница она много лет назад еще ну году в девяносто восьмом может быть девятом она уехала в чикаго замуж вышла молодая девочка была вышла замуж и у нее там школа была и она там начинала с тестеров потом стала там какие-то сертификации получала и значит уже они там и оракул сертифайты там сиска сертифайты там еще чего то то есть ее школа по сравнению с моей например была на на порядок более такой ну обширный охватывал очень много профессий так далее так далее и но другое дело что там когда дорогие курсы идут то ты вынужден обращаться к государству с тем чтобы получать там всякие аккредитации она была аккредитованная в отличие от нас и когда ты аккредитованный то твоим студентам дают займы на выгодных условиях там испанков на обучение но оба обратная сторона этого состоит в том что когда наступает рецессия какая-то там то тебе перестают давать деньги потому что все равно они там не устроятся и люди перестают идти никто не хочет одалживать деньги все-таки это там не только гранты но и займы и кончилось тем что вот они вышли из бизнеса и она вернулась сюда из чикаго здесь сейчас прекрасно работает там все дела у нее но но наша школа на самом деле при том что мы ее не закрывали примерно в это же самое время мы ее технически не закрывали но у меня были класса там по три студента то есть фактически можно сказать что мы вышли из бизнеса потому что мы мы не существовали как бизнес мы не могли мы были в минусе три года поэтому чикаго шикарное место там для школы и нью-йорк сколько школ в нью-йорке боже вот не имеешь в нью-йорке намного больше школ чем вот мир здесь у нас что еще флорид абсолютно всюду вот люди живут и прекрасно живут я не знаю вот с точки зрения бизнеса зависит конечно какой бизнес правда если вы хотите ресторан это может быть одно место чем какой ресторан если там тип столовки это одно если тип шикарный ресторан это другое значит вам нужны люди где-то больше денег водятся такие места где больше денежки но еще раз все эти рестораны значит там еще что-то уже зависит от бизнеса поэтому школа как такой измерительный инструмент для привлекательности там того или иного города я не думаю что это правильный инструмент правильные инструменты тот который соответствует вашему внутреннему таскать миру пониманию там жизни и так далее ну хорошо давайте там уточним что там еще это было мы ваших планах на будущее понимаете у меня двоякое ощущение вот когда вопрос такой задают потому что с одной стороны вроде бы у меня сил много еще я такой как живчик и чуть хочется еще замутить и я даже почти не сомневаюсь учить мы еще замутим но с другой стороны все-таки мне тоже 60 лет скоро будет и я думаю ну что же я я не могу замахиваться на такие вещи на которые замокнулся бы легко в 30 материн или даже в 45 то есть надо соизмерять поэтому у меня такие творческие плода расскажите о ваших творческих планах у меня творческие планы более такие умеренные то есть мне мне не нужно зарабатывать там сотни миллионов и абсолютно интересы к этому нет никакого даже если был бы интерес еще уметь надо это правда но в данном случае интереса нет и никогда не было тем более времени у меня так на все это нету поэтому мне хочется книжку написать там еще книжку написать может быть две-три книжки написать мне хочется рассказать о чем-то мне хочется быть востребованным в какой форме это востребованность произойдет я не знаю но вот пока что я востребован в школе и у нас за счет того что растет онлайновый компонент то мы уже так приближаемся к тысяче человек в год вместе да так вот на кемпусе и в онлайне то есть так у нас на кемпусе чек 500 там но это у меня точных данных нет так в голове ну 500 софига до 600 доходит не знаю 500 600 на кемпусе уже так явно четыре сотни получается в год в онлайне то есть вот вот там тысяча студентов то есть я пока что востребованы но я же не знаю что дальше будет никто не знает у меня вот там часто спрашивают скажите вот что сегодня изучать вот я думаю не растет что сегодня изучать чтобы через 45 лет быть востребованным так откуда я знаю а разве кто-нибудь знает но вот любой человек который тебе скажет чего сегодня изучать чтобы она была через четыре пять лет по 3 разве он знает ну я просто я просто знаю что я не знаю а если которые те будут говорить что там они знают но не просто не знают что они не знают вся разница я может помоложе был бы тоже чем сказал но сейчас я думаю откуда я могу уже опыта больше уже уже понимаешь ограниченность наши возможности поэтому делаешь то что то что нравится делать я счастливый чек в том смысле что я могу себе позволить заниматься тем что мне нравится чтобы вы хотели изменить свою жизнь вот тут еще философский вопрос получать потому что с одной стороны я могу сказать вот портнов компьютер скул скоро вывеска будет по левой стороне 21 год существует уже с лишним и и когда мы начинали не было гуглов никаких там фейсбуков там ютюбов а значит вообще интернета еще не было интернет появился ровно через год после того как возникла там портнов компьютер скул в том виде как мы знаем интернет конечно он раньше был в том виде как мы понимаем его сегодня и я думаю ну надо же какие мы стабильнее и вот и люди тоже смотрят со стороны говорят нифига себе вот там как круто получилось но в этом же и проблема то есть проблем не то что нас не вышибла из бизнеса не в этом дело но проблема в том что может от чем-то еще было бы позаниматься и развиваться куда-то вот меня беспокоит вот это не 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 развитие что ли с третьей стороны дуна а чего мне уже и возраст такой чтобы ну ну не знаю но вот вот это вот беспокойство эти наболела или надоело ну не знаю что сказать потому что потому что наболела надоело всегда чего-то наболела всегда чё-то надоело в этом деле есть динамика ничего меня сильно там в этом не как сказать не напрягает уж так чтобы прямо вот прямо рубашка там рвать тельняшку на груди нормально все потом же еще отношения понимаете по молодости тебе может что-то надоеть там за за три года а допустим когда ты штаб постарше может может и вообще удалось от этого получаешь отношения же меняется понимаете она может быть сама по себе тоже самое но ты по-другому это видишь и изменение отношения где-то она происходит естественным образом где-то ты анализируешь и понимаешь что ты неправильно к этому относишься где-то тебе со стороны какой-то сигнал подошел ну это может быть такой сигнал тип как от судьбы там потому что вот а может быть сигнал ведь того что поговорил с человеком разумно и он тебе до чем ты будешь ерунда это думаешь боже а это же действительно ерунда вот или наоборот а это и было важно так что я может там конкретно не сказал что мне наболел или чем не надоело но даже не знаю я как-то вам рассказывал что был на сайте к шоу там всякие маги собирают экстрасенсы и там с одним разговаривал и он мне говорит отчетами тебе-то чего-то и улыбья dream если как бы ты живешь своей мечте сказал он поговорив со мной там 30 год поэтому я в этом смысле считаю что я такой как бы счастливчик вот мне сверху там спущены и я даже не могу сказать что я что-то специально для этого делал но как-то вот вот такая судьба я не знаю поэтому мне тут трудно советовать люди разные все удовольствие получают от разных вещей баланс у них давайте одному для этого баланса ничего не надо извне а другому надо все извне вот вот эта фраза там художника обидеть может каждый почему ему извне по ему признание нужно со стороны и каждый кто там похихикал или засомневался у него уже обида вашему извне нужно а другой вам год художника обидеть не может никто кто крови художника еще понимают что он делает о чем ты вот о чем это да ему чихать кто чем сказал поймете но это такой человек которому извне ничего не надо он внутри все все вопросы решает и он живет собственном мире ему без разницы поэтому как вы человек какие интересы откуда у него этот баланс из каких компонентов складывается вот и все поэтому просто подумайте о балансе подумайте например вот для вас лично да если вы об этом думаете что для вас главное в этом балансе или может быть там какие несколько компонентов главные в этом балансе и вдруг вы увидите что в общем там и деньги-то не причем я когда вижу вот знаете какие-нибудь люди странные начинают там будет он там все из-за денег этот там для почему из-за денег а у них просто в жизни других понятий нет они они думают что если вот у человека есть деньги то ему больше ничего не надо да не правда есть люди которые за власть например что-то делают и вот там и денег нет вы можете сказать что власть это и есть деньги это если она коррумпирована если она например там взятки берет а если она по-честному а если это неформальный лидер там где денег вообще нет тогда как эти кому власть кому слава кому почет и уважение кому-то просто деньгами берет понимаете берет деньгами и я думаю что тачек не очень не реализовавшийся, потому что если ему кроме денег ничего не нужно, что-то он, наверное, в жизни недополучил. Я бы так сказал. Так что прибыл я на работу. У меня сейчас урок. Вот. И до скорых встреч. Счастливо.